Девушки отдыхают 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 потому что она прилетит и убьет тебя. И вот эти обстрелянные ребята как раз и дошли до цели, которые бежали вперед, они ложились, не прятались, не прятались. Это, конечно, зависит от каждого человека, от психи. Это то, что сегодня происходит в нашем мире, те из нас, которые пытаются прорваться, многие просто игнорируют. Сейчас брали, вот тогда дети 16-17 лет подделывали свои документы, чтобы попасть в армию, чтобы идти защищать свободу, независимость, защищать других людей. Было сознание, качество. И вот сегодня мы видим, от тех молодых ребят мы видим вот это. Кстати, Путин ненавидит этот фильм «Северный Проверий Райан». Он ненавидит его, потому что он показывает, кто такие американцы. Что такое, когда, правда, мы не бросаем своих. Что значит жизни других, как мы защищаем, чтобы матери вернуть ее сына. И мы видим сегодняшнюю молодежь на кемпусах. В лучшем случае они просто сидят и обмалчиваются. Лучше всего. Почему наша страна вот тогда процветала в 50-е, 60-е годы? Потому что вот эти ребята после D-Day, они вернулись в Америку, и они продолжали драться за Америку. Вот они пошли в Конгресс, в Сенат. Они те были, которые продолжали верить в американские ценности, что их товарищ погиб не зря, что они потеряли руку, ногу, глаза не зря. И вот тогда Америка у нас процветала в 50-е, 60-е годы. Это те годы, потому что у нас в Конгрессе и президенты все наши, это были те, которые были на этой войне. И не в тыловых войсках, а в боевых. Сам даже Кеннеди, он тоже был и командовал торпедным катером. И брат его погиб там. Ну, в общем, было такое. Вот я сейчас нахожусь в фандрейзере для такого вот человека. Брайан Лейб его зовут. Значит, он идет против такой Дебби Вассерман Шульц. Печально знаменитый. Брайан Лейб. Вот прям наберите его. От республиканской партии можете донат. Те, кто живет в нашей каунте, где я, Брэдфорд Каунти, Брауэр Каунти. Давайте, вот голосование будет в августе, 14 августа. Закажите себе, позвоните, зарегистрируйтесь на сайте, чтобы вам хотя бы по почте прислали и проголосуйте. 20 лет Вассерман Шульц находится там. И вот, если мы даже такой минимальный участие не будем принимать. Я всем разослал, всем. Ну, к сожалению, никто не пришел на этот фандрейзер. Но завтра меня все окружатся. Юра, что же делать? Как же быть? Трампа посадят и расстреляют. А потом крадут наше будущее. Крадут мечты наших детей. Люди все никак не могут понять, что это больше, чем если украли их машину, или их кошелек, или ключи, или еще что-то. Если мы проиграем эту войну, этот бой, нам винить некого. Нам винить некого. И даже ты, живя в Нью-Йорке, знаешь такую Дэби Вассерман Шульц. Она еще, будучи еврейкой, она ни разу еще не упомянула, что проходит на кемпусах. Она ни разу не упомянула поддержку. Это не важно, еврей ты или не еврей. Я просто это говорю. Потому что многие такие и такие есть. Просто человеческие. Ничего не сказала про вот эти кемпусы на университетских. Она ни слова не сказала в поддержку Израиля, в борьбе против Хамаса. Единственное, что она выразила, что она за two states solution. Что она за два государства. То, что одно государство не хочет признать право на существование первого государства. Это не важно. Вот главное. Когда человеку говорят, вот смотри, ты платишь за страховку, за автомобиль, ты идиот. Ты переплачиваешь в три раза. Вот пойди туда, и ты там гарантированно получишь в три раза меньше рейд. Что сделает человек? Он все бросит и пойдет, и купит эту автомобильную страховку, чтобы платить в три раза меньше. Ты знаешь, долбят один Юра, другой Юра, третий Юра. Сколько надо Юр для того, чтобы люди вышли голосовать? Вот такая буддистская задача. Понимаешь? Я даже это понимаю. Но вот опять же я говорю, ты наступаешь на грабли, они тебя бьют по лбу. Ты говоришь, что-то неприятное вообще. Не понял. Да, наступил еще раз. Опять ударил по лбу. Ну, смотришь на Юр и говоришь, Юра, что же происходит? Ну, как же так? Если я сейчас наступлю на грабли, как вы думаете, Юра, мне опять по лбу даст или нет? И вот хочется им сказать, знаете что, наступайте, конечно, нет. Я думаю, что вот в этот раз все пройдет хорошо. И вот люди завтра же, завтра мне будут звонить, писать, говорят, Юра, как же так? Как так? Кто позволил? Как это происходит? Вы опять на те же грабли наступаете. Вы ничего не делаете. И думаете, что это как-то решится за вас. То же самое. Трамп будет диктатором, начнет Третью мировую войну, потому что он уже сказал, что сегодня я был знакомым, лучшая радио Израиля. Когда зашел про Трампа, они сказали нет, но он сказал, что он будет бомбить Москву. Я говорю, потому что вы все сосете из одного источника, вашим пост или Нью-Йорк Таймс, где он это сказал. Вы слышали, как он это сказал, что он будет бомбить Пекин из-за Тайваня и Москву из-за Украины. То есть он начнет Третью мировую войну ядерную. Но если вот американцы... Израиля бомбить Москву, это ужасное и ужасное известие вообще само по себе. Если кто-то такое сказал, хотя все читали романы о войне миров и нашествии... Может, сказал он это, не сказал. Он не подтвердил это. То же самое, недавние копейки Украине. Орбан сказал. А потом Орбан говорит, я такого не говорил. Ну, не Трамп сказал Орбан. Возьмет Тарк Рокарсенова в вице-президента. Он сказал. Оказывается, его сын сказал. А сын сказал, что он бы был не против, если папа возьмет вот всех этих людей к себе, кого-то из них вице-президента, и там в этом длинном списке... Ну, уже преподнесли, что он берет. Я им говорю на радио, говорю, вы видели, вы слышали, как он это говорил? Ну, это написано. То же самое на утро февраля. Не, они уже преподносят как факт. Я говорю, вы разносчики это, вы дезинформацию эту засовываете людям. Вот, извините, время закончилось, уже мы 24 минуты, значит, это все закончилось, все, время закончилось. Надо начинать тогда со стороны. Как только ты говоришь, что вы коллаборанты, что вы врете, и ты их ловишь на этом вранье. Все, время закончилось. Что они говорят? Они говорят, что Трамп начнет Третью мировую войну. Как бы украинцы говорят, о, здорово, он по Москве ударит. Да, украинцы здоровы. О, здорово, он по Пекину ударит. Ну, тайваньцы, наверное, говорят, здорово, молодец. Весь остальный мир, говорит, что он сумасшедший. Он начнет Третью мировую войну. То же самое, что и в 16-м году. Он начнет Третью мировую войну с арабским миром. Он начнет Третью мировую войну с Кореей. И что же люди думают? Тогда лучше уже голосовать за Байдена. Там он хоть просто Израиль и Украину сольет и отдаст. Ну, мы-то хотя бы еще поживем. Мы-то далеко живем, да? Да, далеко живем. И они это вот разносят, это. Я не думаю, что нет. И причем все одновременно и одинаково. Вот как это? Да, это понятно. Что в американской пропаганде наших средствах массовой информации, что в российской оппозиционной и неоппозиционной. Все говорят одними и теми же штампами. Юр, у нас была сейчас довольно интересная программа. Очень интересная программа с философом, социологом, социологом Славой Карповым, американским. И он рассказывал о том, как мы находимся в плену позитивных ожиданий всего. И вот это как-то все решится и победит справедливость. Всякое такое прочее. У меня был, в общем, неплохой ответ на вот эту всю его очень прочувствованный рассказ. Он переживает эти все вещи, мы переживаем все эти вещи. Каждый наш день включает в себя кусок, когда мы, ну, в старое время люди молились, да, на эту тему. А мы вот думаем, а что, если они правы? А что, если они преодолеют? Что будет, если они превозмогут нас? И мы проиграем, и опять, и опять, и опять. И что из этого выйдет? Неужели вся жизнь будет вот так вот хорохориться, так сказать, и переживать одно поражение за другим? Я к жизни так не отношусь абсолютно. И мой вопрос к тебе таков. Как ты, что ты знаешь про то, как поддерживают воинский дух в американской армии? Мы видели много фильмов про советскую армию, как там дают тебе наркомовские, да, 100 грамм, и давай в атаку. В Америке говорят, когда это какие-то неубиваемые таблетки. А вообще о чем идет речь, когда действительно воинский дух в частях вот ниже желаемого, ниже вот он в этой троллинии опустился? И что делать? Продолжать унижать и бить, и стягать, пока дух не поднимется. Наказывать. Until the morale improves. Continue the whipping until morale improves. То есть ты знаешь все это. Дело все в том, что это называется профессионализм. Пропаганды нет, короче. И это и называется профессионализм. То есть люди идут туда, потому что они хотят быть в этой профессии. И ты осознаешь, что есть хорошие дни, плохие дни, что это так, где вооруженные силы в Соединенных Штатах идти служить туда ты не обязан. Это добровольно. Более того, это не считается твоим правом. У тебя нет права идти служить в армию. Вот я хочу и служить, поэтому вы меня берите. Нет, такого права нет. Хотя многие думают, что у тебя есть право пойти служить в вооруженной силе. Это считается привилегией. То есть служить в вооруженных силах США, это считается привилегией. И у нас поэтому дается нам много привилегий. Когда ты отслужил ветеранский госпиталь. Нету других профессий, у которых есть свой госпиталь, свои магазины, свой где дешевле или вообще бесплатно. Вот это привилегия. Поэтому это привилегия. Ее могут забрать, ее могут отнять. Это право не могут. Право это твое право. Вот, например, у тебя есть право на честный суд твоих пирсов. Хотя мы видим сегодня, что не для всех. Для одного человека отдельно сделали это. Есть право. Поэтому эти люди уже мотивированы. И они осознают, что иногда есть не всегда победы. Не всегда все так, как тебе хочется. И, конечно же, вот они говорили, значит, тоже на такой портников есть. Это профессор, который в Израиле выступал, на радио Израиля. Он сказал, что не надо слушать, что президент Зеленский сказал, потому что вы не понимаете, что он говорит. Я понимаю, я вам переведу. Потому что он не профессиональный политик. Он не профессиональный политик. Поэтому он так говорит, что вы не понимаете. И он говорит от себя. Хотя этот портников никогда не сказал, что Трамп говорит от себя. Он никогда не пропустил возможности вылить бетон дерьма на Трампа. Хотя тот уже был не президентом. Но все равно. И вот у него такие, как говорится, двойные стандарты. То есть в вооруженных силах ты не можешь сказать, а я не профессиональный военный. Я вот так вот военный. Поэтому я могу стрелять, куда хочу бегать, куда хочу. Хочу сплю, хочу сплю. Я не профессиональный военный. Чего от меня хотите? Я так пришел просто покомандовать немножко. Хотя бы генералом какое-то время. А так я не профессиональный. Поэтому, конечно же, сложности есть в том, что когда политики предают армию, допустим, как это случилось в Вьетнаме, то после Вьетнама мы перешли на добровольную волонтерскую армию. Было очень сложно набрать людей. Никто не хотел быть лузером. Никто не хотел быть... Американской военщиной. Ну и как в Германии после Второй мировой войны. Те, кто проиграли, они не хотят. Ты не хочешь туда идти. Когда был Реген, тогда у нас там была и Пенема, и у нас были нескольких побед. И престиж вернутся. И потом, с Бушем Старшим, вот это моя война, буря в пустыне, где у нас почти что не было никаких потерь. Мы разбили огромную армию. И престиж был очень высокий. И потом Советский Союз развалился. То есть, мы победили. Сейчас, после того, что случилось в Афганистане, из этого бегства из Афганистана, на что сейчас генерал Нылый дает показания в Сенате, говорит, нет, план был другой. Но Байден не хотел его принимать. Тогда он не мог говорить. Он был под присягой и на службе. А теперь он имеет право говорить его. Поэтому вот Конгресс вызвал. И он дает такие показания. То есть, у Байдена своя была цель, свои идеи, которые его администрации, что они хотели создать такую ситуацию. Потому что план был совершенно другой. И при Трампе он был совершенно другой. Конечно, после этого очень сложно. И вот сейчас, когда у нас в Вооруженных Силах очень большая волкность вот эта. На сайте морских котиков вывесили гей-прайд. Цвета. Потому что сейчас у нас месяц гей-прайда. Вы видите, ветеранов. Ветеранский день один. День памяти погибшим один. День рождения один. День мамы один. День папы вот сейчас будет один. А вот гей-гордости целый месяц мы празднуем. И вывесили это на сайте морских котиков. Конечно, они были недовольны этим. То есть, это навязывается сильно у нас в Вооруженных Силах. Что и не нравится. Потому что Вооруженные Силы обычно в полицию. Вооруженные Силы, там, пожарники. То, что мы называем first responders. То есть, те люди, которые, когда все бегут оттуда. Стрельбы, они бегут на стрельбу. Они бегут туда. Это обычно консервативные люди. И вот им навязывается, нет, вы вот должны, значит. Вот эта марочка Google, которую тоже упомянул я в начале программы, она тоже связана с тем, что у нас вот этот месячник сейчас, как бы, этого Pride, да, Month, так называемый. Кстати, хочу сказать, дорогие друзья, если кто-то из вас мучается тем, что никак руки не дойдут, чтобы узнать, что означает D-Day, что такое D в этом словосочетании, в этом названии, которое настолько славное для американской армии и для всего мира, а там есть, почему это называется D-Day, французы считают, что он называется D-Day в честь disembarkation, то бишь высадки с корабля. Сошли на берег элегантно, с зонтиком, там в одной руке баллонка, в другой руке сквояж, там тросточка, сигара и так далее, и так далее. Disembarkation. Но вообще по-американски его назвали очень по-американски. На самом деле его называли Day-Day, The Day, то есть тот самый день. И даже фильм, который был сделан, он называется The Longest Day, один из лучших фильмов снятых давно уже. Ну, правильно, много фильмов снятых, как я говорил. Спаси Ряда Урайана, Band of Brothers и так далее, это все показывает высадку. То есть вот этот D, он заменил Z, и он как бы такой просторечно так произносит, люди черные, люди там, не с высоким особенным образованием, но Day-Day, то есть вот тот самый день его назвали D-Day. А, я не знал. Вот в этом вся тайна, оказывается. Я никогда не задумывался. Погибло неимоверное количество людей. Погибло 29 тысяч, грубо, и 106 тысяч было ранено или пропало без вести. И операция была высадка четверть миллиона человек. Она продолжалась необычной. Там была еще другая операция, которая была отвлекающей маневр, где тоже погибло много-много людей. И, к сожалению, некоторые не доплывали вот эти десантные лодки. Многие утонули. Да, да. И там многое пошло не так. Некоторые аэропланы, там же не только самолеты выбрасывали десантников, а там еще аэропланы они подцепляли со собой. Многие, конечно, заявили, да. Но интересно было, что сегодня бы это не прошло. Десантники, они все сделали себе стрижки, как Мохикенс, как индейцы во время войны, которые на тропе войны. Да, это, наверное, все-таки были такие, это были другие люди. Немцы поймали врасплох. Сама мысль о том, что большое количество этих суден, которые приплыли туда, они были замаскированы путем того, что они большую часть времени были затоплены. В Темзе они были затоплены, их подняли, откачали в воду и развернули в правильную сторону. И пошли абсолютно удивили и застали врасплох немцев. И даже Роммель, которому была поручена эта оборона, его там не было, он срочно туда полетел. Там была удивительно укрепленная линия, потому что немцы ждали с этой стороны союзников. Кстати, союзнических войск было такое количество. И даже, не знаю, минут пять только займет их всех перечислять. Там кого только нет, до ЮАР вплоть. Но, в общем, участвовали англичане активнее всего, участвовали американцы, безусловно. И были там части канадские также среди высадившихся. Нью-Йорк, смотри, вот на этом фоне, да, и всего того, что мы перечислили, героического и не очень героического, объявлено было о том, что путинская эскадра, флотилия, идет в Карибское море, вышла вчера. Или сегодня вышла, не знаю, какой день. Они собираются проводить маневры в Карибском море, летит авиация, в общем, они хотят устрашить, так сказать, ежа, да, хотят испугать ежа. Ну, я надеюсь, что украинцы нам помогут с дронами, потопят. Как ты видишь вообще, то есть пока они вывели там, по каким-то причинам, откуда они вывели свой плот? Да, это полный, опять же, это полет военной мысли. Ну, правда, кого вы хотите напугать, это раз. Вы, может быть, в Черном море как бы разобрались, вас топит страна, которой вообще флота нет. И вот что вы этими старыми корытами с летающими самолетами... Ну, опять у них пару самолетов долбанется в море. Скажи, кто по потокам у Америки уже столько лет, да, с 61-го года, да, там черт что творится, там есть российские войска. Что это, это центр спионажа? Я не знаю, это идиотизм, там, где сидит диктатор, кто-то хочет его чему-то убедить, показать, получить бюджет, распилить, потопить, угробить, создать, наверное, какую-нибудь экологическую катастрофу очередную. Что-то такое, что-то они придумают. Другая угроза как-то? Смысла в этом нет, потому что ядерного оружия нет, не участвует, но уже они... Юр, насколько основательна угроза, опять же, российского руководства начать передавать «Искандеры» ракеты вот этим вот «Хутям»? Они им и передают их. Они два раза ударили по нашей авианосории, ну, и пали их. Пропадает что-то наше еще. Заместо того, чтобы им ответить, мы отходим. Я не понимаю, они уже больше года, по-моему, держат весь мир в заложниках. Авианосорные группы должны ходить вокруг мыса Африки. Пока такой лидер у нас. Кстати, на Диде выступление, не знаю ли ты видел это, но Байдена быстро жена оттуда увела. Нет, он то ли «Квотер» увидел на полу, то ли он стул увидел, которого там не было. И он стал смотреть... Дезориентированный был, да. Да, да, он был дезориентированный, конечно, это было совершенно... Знаешь, выскочила речь, которую на Ютьюбе там в поисках, Дидей выскочила речь Дональда Трампа, довольно длинная, я пока тут возился, у меня не успел ничего с ней сделать хорошего, но замечательную речь он произнес пять лет назад, когда он там был, и это была действительно речь американского президента, произнесенного в честь 75-летия, наверное, самой большой битвы, которую американская армия вела со своими союзниками. И это был президент. Они сейчас тоже, я не знаю, ты видел, брали интервью у одного уже глубоко пожилого человека, который участвовал, он был 16 лет. То есть он 80 лет участвовал назад, ему было 16 лет. И он сказал, что сегодня он очень разочарован в Соединенных Штатах Америки, это не та страна, за которую он дрался. Это был очень... Если сегодня американцы не могут убедить вообще, вот тогда убедили каким-то образом тех ребят в том, что нужно идти и нужно сражаться за то, чтобы Гитлер не победил, чтобы война в Европе закончилась. Тогда ребята не учились в колледжах, такими количествами, не было таких драмоедов столько. Юр, ну я должен тебя вернуть, наверное, к твоим друзьям. У вас там важные дела. Давайте, да, пожалуйста. Да, мы тебя возвращаем. Всем огромный привет. Собирайте. И Флорис, пожалуйста. Он живет у нас в Майами, недалеко в Браудер Каунти, это Холливуд, Холлендейл. Давайте хотя бы по почте проголосуйте, иначе мы никогда не отделаемся от этого. Я хочу сказать, что мы большая сила, друзья. У нас была Маша Рутенбург на днях. Да. И она взяла и поставила наше видео, и, знаете, с вашими усилиями, или усилиями ее зрителей, но именно на нашем видео она собрала достаточно, чтобы оплатить 10 пистолетов, которые для тех семей, которые в Иудее и Самарии остались, где мужчины ушли воевать, и у них нет оружия, их некому защитить, они не знают, как это делать. И Маша затеяла снабдить их пистолетами, и они добывают детей. Она молодцы, она вообще. Она в целом. Она инвестирует 50%. То есть, если кто-то хочет пожертвовать, я не знаю, ищите Машу Рутенбург, или пользуйтесь старыми видео, там есть линк, или напишите мне, я у нее спрошу, я это сделаю без вашей заявки, я у нее спрошу, куда можно помочь. Ну и я, конечно, буду рад, если вы поддержите мой канал, потому что мы стараемся координировать, мы стараемся тратить время и ресурсы, и усилия на то, чтобы произошло то, о чем мы здесь говорим, потому что я честно не могу. Иногда, я думаю, все разговоры, не будет результата. Результат будет с нашими усилиями и с вашей помощью, дорогие друзья. Юрочка, еще раз тебе огромное спасибо, и спасибо тебе, Харькова Террана. Спасибо, Юр, что ты не забываешь такие дни про меня. Барь. Спасибо за твою службу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова